Субтитры сделал DimaTorzok 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 а на свет сотворившего Том, на Того, Который не светил, но Сам есть Свет. Бог есть Свет, 1 Иоанна 1.5. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Евангелие от Иоанна 1.9. Мир всем. «Сей Свет в мире был и говорил, Я Свет миру» Евангелие от Иоанна 8.12. Священное Писание называет Бога Светом. Название сие, по обыкновенному рассуждению, выражает следующее свойство Божие – Его чистоту. Но не выражает ли оно и существа Божия? «Не есть ли Бог в самом деле Свет, и существо Его не имеет ли чего похожего на Свет?» Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический. «Свет есть глубинная сущность Божия. Бог обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может» 1 Тимофею 6.16. «И окрест Бога – страшное великолепие» Игорева 37.22. «Бог самосущий свет и обитает во свете своей славы, как солнце всегда пребывает в море своего света. Божественный свет нетварный, ибо излучается, а не творится, тем, кто есть свет сам в себе. Сотворив мир, Бог погрузил его в бесконечный океан своего света. Тварный мир освещался и до конца пронизывался тончайшим нетварным светом Божеского естества. Об этом, как говорил сам Бог многострадальному Иву, когда я полагал основание земли при общем ликовании утренних звезд ангелов, «Когда все сыны Божии восклицали от радости» Игорева 38.4.7 стих. «Разумные существа, просвещаемые Божеским светом, подоблялись ликующим звездам». Не на это ли указывает и именование Люцифера до падения сыном Зари? Исайя 14.12. «Тварь порождалась привечной зарей и ею освещалась». «Нуждались ли Божьи творения еще в ином свете?» «Думаем, что нет». «Когда же упал с неба Деница сын Зари, разбился о землю» Исайя 14.12. «Когда ангел света, 2 Каинфянам 1.4, стал уносящим свет, и имя его стало Люцифер, и мир, потеряв Бога, погрузился в бесконечный абсолютный мрак. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». «Бытие 1.2». «Люцифер, уносящий свет, оставил тварь без света, и она погрузилась во тьму, во тьму над бездною». «Тьма не свет, тьма пустота, там нет Бога, там бездна пустоты, пустота без дна, нескончаемая, все являемое свет есть». «Исчез свет, исчезла истинная реальность, исчезла являемая земля безвидна, без вида, ибо видимое, являемое есть свет. «И эту тварь без вида, пустую, погруженную в бездну тьмы, Бог не оставляет. Он желает возвратить ее в свое воно, вернуть свету. Дух Божий носился над водой, где 1.2». «А сиять же эту тварь сразу своим светом Бог не мог. Тварь была бы не спасена, а просто сожжена. Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут». Рука 5.37. «И тогда Бог дает миру свет, но уже свет тварный. По представлениям современных физиков, квантовое электромагнитное поле. Хотя эти представления со временем могут совершенно измениться. Забудет свет и стал свет. Вот начало воссоздания мира». «Без света, хотя бы тварного, не может быть никакая жизнь. Глубинное значение тварного света для твари, его в некотором смысле даже онтологическое значение отображено в современной физической картине мира. Даже такие первичные понятия, как время, пространство, масса, относительность. Теория относительности Эйнштейна. Но в основе основ современной физики лежит также сверхрассудочный, противоречащий здравому смыслу подклад инвариантности скорости света. «Скорость света одна и та же в любой системе отчета. При относительности материи, пространства и времени, свет, как некий первокирпич мироздания, инвариантен, постоянен, самотождественен сам себе. Как божественный свет созидает жизнь вечную, так тварный свет – жизнь временную». На четвертый день творения сказал Бог, «Да будут светило на тверде небесной для освещения земли». Е.1.14. «Тогда были созданы Солнце, Луна и звезды. Но тварный свет мог производить только временную жизнь твари. Этот свет сам рождается и умирает. В нем утро, перечеркивается вечером, день, ночь. Но вот, наконец, торжествующий клич. «Свет во тьме светит!» 1 Иоанн 1.5. «Восстань, всветись, Иерусалиму, бопришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Восстань, 60-я глава, 1-2 стихи. «Слово стало плотью». И.1.14. «Луч нетварного света пробил бездну мрака и коснулся земли. Рождество твое, Христе Боже, нас, во сия мирове свет разума. Пропорь Рождеству. Новая звезда на небосводе Востока и 2-2 ознаменовала появление этого чудного света на земле. По-прежнему тьма покрывает землю, но над Новым Иерусалимом, над Церковью Христовой, воссиял свет присносущий. Нет нужды в солнце и луне, ибо слава Божия осветила его. И светильник его агнет. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияния луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой плавает твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом. книга Исаия, 60 глава, 19-20. Этот нетварный свет вечности видели избранные ученики на Паворе. Об этом так пишет свидетель Григорий Палама. Итак, свет преображения Господня не рождается, и не исчезает, и не подвесит чувствительная способность, и хотя бы он был созерцаем телесными очами, и на незначительном верху горы, но и таинники, ученики Господа, в то время перешли от плоти к Духу посредством изменения чувств, произведенного в них Духом, и таким образом увидели, чем и насколько облагодетельствовала их сила Божественного Духа этот неизреченный свет. Итак, свет этот не есть свет чувственный. Созерцавшие его не просто видели его с чувственными очами, но измененными силой Божественного Духа. Они изменились и только таким образом увидели перемену, происшедшую при самом принятии нашей пренности, обожженной соединением со Словом Божиим. Ныне в церкви уже паки бытие, ныне в церкви светит нетварный свет Бога и Агнца, который просвещает всякого человека, прихонящего в мир. Вангелие Таана, первая глава, девятый стих. Но в совершенстве все это будет в вечности. Сейчас свет во мне, во тьме светит, и тьма не объяла его. Вангелие Таана 1.5. Тогда померкнет всякая тьма, ночи там не будет. Стих 25. Тогда померкнет и тварный свет, как меркнет свет луны превосходящим солнце. Тогда не будет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения, ибо будет Бог все во всем. 1 Коринфянам 15.28. А Бог есть свет. Этот неизреченный свет будет пронизывать все, как сейчас физический свет пронизывает прозрачный предмет. Потому и сказано, что весь город подобен золоту, как чистое прозрачное стекло, пронизанное божественным светом. Все в будущем веке уподобляется прозрачному стеклу. Не будет ничего ни прозрачного, ни исполненного Божьим светом. Как получивший от этого света неописуемый блеск, все сравнивается с чистым золотом. О грядущем свете имел откровение древний пророк Захария. И будет в тот день, не станет света, светилы удалятся. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь вечерное время явится свет. Рок Захария, 14 глава, 6-7 стихи. В словах этого пророчества сокрыты глубокие истины, определенно сказано, что не станет света тварного, так как не может не стать света не тварного. Поскольку не будет уже тварного света, то ясно, что светило удаляться, ибо нет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения. Это будет день, но он будет ни день, ни ночь. Дня и ночи в земном смысле там не будет, ибо не будет ни солнца, ни луны, ни других светел, но это будет день, ибо вечернее время мира, когда погаснет земной тварный свет, явится свет не вечерний и нетварный, трисолнечный свет царя неба и земли, тогда слава Божия расторнет своим светом сгущающуюся тьму вселенского вечера, тогда светильником будет божественный агнец, тогда, когда заколался агнец на кресте, тьма окутала землю, сгустился мрак вечера, но в вечернее время явился свет, зайдет солнце правды и исцеление в лучах его, Малахия 4.2 воссияет пресносущный свет Христа, из древних времен еще святой веселье великий в 375 году писал об этом гимне, где народ возглашает древнюю песнь, святом духе к святителю Амфилохию епископу Иконийскому церковь каждодневно воспевает на вечернем богослужении свете тихие святые славы бессмертного Отца Небесного Святаго Блаженного Иисусе Христе пришедший на запад солнца видевший свет вечерний поем Отца Сына и Святаго Духа Бога Достоин Ииси во вся времена Пет Быти Глаз и Преподобными Сыне Божий Жизнь дающий потому мир Тебя славит А в конце утренней по обычаю также служится вечером Священник возглашает в алтаре Слава Тебе показавшему нам свет возжигаются свечи и светильники церковные и хор ликуя поет великое славословие Если Бог есть свет сам себе светильник то освящением города является слава Божия Об этом многократно свидетельствует Писание Слава Божия осветила его 21 глава 23 стих Прок Исайя 60 глава 1 2 стих На горе Фаворе Моисей и Илья явились во славе Лука 9 31 Спасенные от греха и вечной погибели народы будут ходить во свете его города Как спасение так и хождение во свете народов предварительно бывает на земле о совершенстве вечности о спасении уже на земле так говорит Господь слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит но перешел от смерти жизнь Евангелие Таана 5 24 то есть уже сейчас имеет жизнь и перешел от нее и перешел в нее от смерти а хождение во свете еще на земле так говорил Господь кто ходит днем тот не спотыкается потому что видит свет мира сего а кто ходит ночью потыкается потому что нет света с ним Евангелие Таана 11 глава 9 10 но спасение и свет даются сейчас только предварительные еще не во всей полноте возлюбленные мы теперь дети божии мы еще не открылось что будем первое послание Иоанна 3 2 полное спасение от греха и совершенный свет обретаются в вечности жителями города являются спасенные народы по вопросу о спасении есть разные понятия так некоторые в особенности сектанты всегда говорят что они уверены в том что спасены от каждого требуется у них уверенность в своем личном спасении православные же сектанты укоряют в том что они мол не уверены в своем личном спасении на вопрос спасен ли ты отвечают да бог знает в чем тут дело в совершенном разном понимании спасения есть так называемая правовая или юридическая концепция спасения по ней спасение понимается как избавление от наказания за грехи как избавление от вечных мух и получение права на вечное блаженство спасение понимается как награда за веру добрые дела святой за счет искупительной жертвы христовой юридически правовое понимание спасения в значительной мере свойственно протестантизм сектантству и католичеству покаявшийся сектант или исповедовавшийся католик получают грубо говоря как бы путевку на небо обретают право на спасение сектант живущий еще во многих прегрешениях считает себя уже спасенным за счет жертвы христовой такое понимание чуждо православие для православного спасения прежде всего не в избавлении от наказания хотя и в нем тоже но избавление от греховной природы спасение не награда за святость а сама святость есть свят значит спасен спасение это жизнь в боге свобода от греха а потому кто дерзнет сказать что спасен кто без греха прежде смерти не называй никого блаженны говорит премудрый сера глава 28 стих сектанты же не других только но сами себя называют спасенными и блаженными православном понимании спасения так мчат святые отцы мент александрийский по моему мнению мы должны прибегать к слову спасения не из страха наказания не из-за обещания награды но ради самого добра делающие так стоят на правой стороне святилища те же которые думают что они давая клен получат в обмен принадлежащие бессмертию названы в притче о двух братьях наемниками в другом месте он же говорит цитирую если бы могли представить что кто-нибудь предложит истинному христианину желает ли он выбрать познание Бога или вечную жизнь если бы эти две вещи которые совершенно тождественны были без раздельны то он без малейшего колебания избрал бы познание Бога признавая что обладание верой которая от любви восходит к познанию желательно само по себе независимо от того приятно ли или неприятно выгодно или нет для человека истинный христианин предпочел бы быть святым и страдать чем вечно блаженствовать и грешить святой то есть две группы мест писания одна говорящая о спасении верующих как о чем-то уже совершившемся другая как о чем-то имеющем наступить в вечность то и другое не должно противопоставляться и не должно брать вверх только что-то одно здесь мы имеем антиномию одновременно то и другое верно и то что Христос совершил наше спасение дает нам его и мы его уже сейчас получаем смываются грехи обретаем духа святаго верно и то что мы еще не спасли еще греховны и должны в страхе и трепете совершать свое спасение которого чаем Иоанн видит в новом Иерусалиме спасенные народы ибо надлежит проповедану быть во имя его покаянию и прощению грехов во всех народах рука 24 47 все народы земли причастны спасению и будут ходить во свете нового Иерусалима в святой церкви об этом обновлении народов так писал апостол Павел совлекшись ветхого человека и делами его и облегшись в нового который обновляется в познании по образу создавшего его где нет ни елина ни иудея ни обрезания ни необрезания варвара и фараба свободного но все и во всем Христос но и приняв христианство будучи равны пред Богом народы однако не теряют своей самобытности и своих особенностей так будет и в вечности все одинаковы как спасенные и как чадо Божие но это не значит что произойдет некое обезличивание как личности так и народы сохранят свою индивидуальность свои особенности и самобытность Евангелие от Матфея 19 главе 28 стихе Господь говорит что и в пак обытии будет 12 колен Израилевых то есть будут там и израилетяне и все другие народы различия между народами не будет бесследно стерп каждый народ будет там в своей красе каждый народ принесет в небесный Иерусалим свою особую славу и честь стих 26 славу и честь пророков и апостолов принесет израильский народ славу и честь богослов и философов принесут греки славу и честь миссионеров принесут латинские народы славу и честь аскетов и подвижников принесут населявший Египет как многогранный кристалл засияет в божественном свете множество народов каждый народ играет в общем и великом теле церкви свою особую роль введенную ему промыслом Божьим и это не только в этом веке но и в будущем народы всего нового Иерусалима будут ходить во свете его нетварный свет Иерусалима Христос слава Божия в его свете ходят спасенные уже в этом веке невечерний свет Христов просвещает верующих свет истины который просвещает всякого человека приходящего в мир Евангелие Таана 1.9 Мир Божий проникает в мир тварный небо просвещает землю чистое сердце зрит свет фаворский в фаворском свете в 14 веке произошел весьма знаменательный спорт Калабрийский монах Варлаам и его приверженцы утверждали тварность фаворского света тем самым фактически отрицалась возможность видения духовного света и создавалась непреодолимая пропасть между тварью и творцом разрывалась связь мира Божия с миром человечеством спасаемые лишаются возможности ходить во свете неба это учение было криком плотяности человеческой это могли говорить люди чье духовное око слепо взиравшие на все даже предметы божественные плотскими глазами такое учение обрекает тварь греться только во свете чувственного солнца и оставаться слепым к свету несолнечному для таковых когда погаснут солнце и луна погаснет все и они погрузятся в вечный мрак таковы современные материалистические учения таковы материалисты не способные видеть небо и его свет о жалкое пресмыкание во тьме этому учению противостали православные исихасты подвижники духовного созерцания сподоблявшиеся видения духовного нетварного света через равноангельское житие во плоти они прозревали духовно борьбу против варламидской ереси возглавил святитель Григорий палома архиепископ фессалоникийский он отстоял православное учение о нетварности поорского света и возможности видения его людьми на слова и просветилось лицо его как солнце аптей 17 2 он пишет так евангелист сказал это не в том смысле чтобы тот свет почитать за подлежащие чувства да удалиться от нас ослепление ума тех которые не могут представить ничего выше подлежащего чувства а желая показать что Христос Бог для живущих и созерцающих духом есть то же что солнце для живущих по плоти и созерцающих чувством ибо другого света для ведения божества и не нужно тем которые обогащены божественными дарованиями воссиял же он и неисповедимый свет и таинственно явлен апостолом и начальнейшим из пророков в то время когда Господь молился этим показано что родительницей этого блаженного ведения была молитва что блистание происходило и являлось от соединения ума с Богом и что оно подается всем тем которые при постоянном упражнении в подвигах добродетелей молитвы устремляют ум свой к Богу но даже и не достигая таких фаворских вершин каждый верующий призван ходить во свете Божием чтобы и в вечности сподобиться хождение в немеркнущем свете нового Иерусалима о чудный свет небесного города святой церкви просвети и нас грешных и недостойных сподоби нас Божи ходить в твоем свете под царями земными которые принесут в небесный город славу и честь свою можно буквально разуметь святых и благоверных царей с другой стороны здесь можно разуметь всех царствовавших над грехами и страстями и принесших в небесный город к ногам своего царя и бога славу и честь добрых деяний кого есть вопросы задавай идем дальше книга откровений 20 глава 25 26 стихи ворота его не будут запираться днем а ночи там не будет и принесут в него славу и честь народов толкование об этом пророчествовал еще Исаия и будут всегда отверсти врата твои не будет затворяться ни днем ни ночью чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приводимы были цари и прописая 60 глава 11 ночи там не будет так как она остается во тьме кромеш гиене вне царства паки бытия там будет всегда день освещаемый божественным светильником Христом там будет немеркнущий тресолнечный свет троицы охватывающий и просвещающий все и всегда а как днем нет нужды закрывать ворота то и ворота небесного города не будут опираться этим означено во первых безопасность жителей города ибо неоткуда ожидать нападения враг окончательно и до уничтожен ничто не омрачит и не потревожит радостную и блаженную жизнь спасенную во вторых этим означена связь города со всем внешним миром через открытые ворота в город пронесут славу и честь народов новой земли новый Иерусалим будет сведоточен всей вселенской жизни пока бытия вся обыкновенная вселенная будет стекаться туда к престолу Бога и Агнца к вечному городу царя неба и земли там небо соприкасается с землей и вечно оживотворяет все третьих этим означено что и в своем зимном транствовании церковь с открытыми вратами встречает всех приходящих дней в любое время всегда из всякого народа человек может прийти сюда вложить свою земную честь и славу мириться и нищим духом войти в спасительный город церкви здесь душа всегда ждет тебя Христос здесь ты можешь обитать с Богом войди и отвратившись земной славой и чести сложив их еще у порога облекись здесь славой и честью добрых деяний и духовности чтобы принести их потом к ногам твоего бесного царя в его небесном городе вопросы откровение 21 27 и не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи а только те которые написаны у агнца книги жизни толкования небесный город свят чист прекрасен и в нем светит солнце правды а потому и не войдет в него ничто нечистое никто преданный мерзости и лжи какое общение у праведности с беззаконием что общего у света с тьмою 2 корифоном 6 14 здесь мы опять видим что никакой даже самый малый грех самая малая нечистота не дадут войти в небесный город что большой кусок угля что маленькие камуши все черные и по белому мажет ни тому ни другому не место на чем то белом так и духовно если при любом грехе и нечистоте никто не войдет в этот город то значит и нет малых простительных грехов а есть просто грех независимо от того велик он или мал нечистота мерзость и лож уже коснулись и испачкали человека так что через всегда открытые врата не все может пройти стремись же и ты душа чтобы не было имя твое изглаженное из книги жизни вагнца об этой книге жизни смотри толкование стих 5 главы 3 ибо только те войдут в город желаний чьи имена будут найдены в этой книге и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть так что хотящие перейти отсюда к вам не могут так же и оттуда к нам не переходят в англии и 16 26 по причине этой великой пропасти и через всегда открытые врата не войдет никто не омывший себя очистительной кровью аминь вопрос вопрос можно получается написано что в небесный русле вне войдет ничто нечистое скажем если я при жизни борясь со грехом всю свою жизнь и во мне я умираю но во мне еще остались некоторые пороки которых я не смог победить себе но моя жизнь закончилась и я умер как получается во мне как бы эта нечистота она еще осталась некоторые пороки как же они будут истреблены во мне тогда получается это вот эти мутарства которые в загробной жизни ждут они будут еще очищать потому что же я должен войти полностью чистым как кристальные ну как как золото как как кристалл чистый должен войти в небесный Иерусалим как вот это можно понять я небольшую присказку скажу конфуция обратились как заботиться о умерших он говорит если я скажу что они очень нуждаются вы на кладбище все там и засохнете о живых не будете заботиться а если скажу что они ни в чем не нуждаются вы вообще и хоронить не будете вот умрешь и узнаешь вот весь ответ не видел глаз не слышало ухо как для этого существует что исповедь а если без исповеди причащается перед смертью соборуется то есть у церкви очень сильное лекарство если ты не отрицал Господь как-то сделает так что будет а нет существует еще и молитва об умерших упокой Господь в обителях небесных усопших раб твоих родителей сродников благодетелей ибо нет человека который живя на земле не согрешил бы но ты как благое человека любез прости его и помилуй небесному царству и причастника учени и душам нашим полезное сотвори вот весь ответ у православных тут все стоит на месте ведь церковь на каждом божественном месте где служат везде поминают умерших и тут тоже на своем месте да разрешаться от неведения или внезапно умер о чем вы говорите потому что чувство любви не прекращается больше ответить нечего все спасибо Христос Аллилуйя а можно прочитать Сергей можно из 18 псалма вот 13 и 14 стих мы недавно на эту тему рассуждали и Давид молится говорит кто усмотрит погрешности свои от тайных моих очисти меня и от умышленных удержи раба твоего чтобы не возобладали мною тогда я буду непорочен и чист от всякого развращения то есть мы размышляли когда человек непорочен то есть что такое вообще непорочность что когда человек не делает умышленных грехов и просит Господа простить то чего он как бы что он втайне мог сделать зачем он что он неумышленно сделал тогда он в чистоте находится все идем дальше книга откровений 22 глава 1-2 стихи и показал мне чистую реку воды и жизни светлую как кристалл исходящую от престола Бога и Агн среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни 12 раз приносящие плоды дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов толкование это видение реки воды жизни схоже с древними пророчествами святых пророков и Аиля и Зекиля и Захария и будет в тот день горы будут капать вином и холмы потекут молоком и все русла иудейские наполнятся водою а из дома Господня выйдет источник и будет напаять долину сетим пишет пророк и Аиль Захария 14 глава 7-8 стихи некогда Бог сотворил человека из Едема выходила река для орошения рая Эдем место особого пребывания Бога с людьми изгнанный из рая падший человек решился и вот той реки ему стали доступны только четыре потока происшедшие от одной реки и 2 10 14 но вот крест христов соединяет четыре конца вселенной и от него как некогда от древа жизни посреди рая истекает новая река воды живой нынешняя церковь это и есть новый Эдем чистая река воды жизни светлая как кристалл исходящая от престола Бога Иогнста есть Дух Святой третья ипостась Пресвятой Троицы рекой воды жизни Дух Святой именуется самим Спасителем то жаждет иди ко мне и пей то верует меня у того как сказано в Писании из чрева потекут реки воды живой сие сказал он о духе которого имели принять верующие в него вангертана 7 глава 39 с водой жизни сравнивается Дух Святой когда говорится о его излиянии ибо изливать можно воду и вообще жидкость излию от Духа моего на всякую плоть Рокая Иль 2 глава 28 29 дар Святого Духа излился иноязычников яния 10 45 сравнивая Духа Святого с водой жизни Святой Апостол Павел пишет что все напоены одним Духом 1 Коринфянам 12 13 об этих водах Духа Святого пел еще в древности Святой Давид Господь водит меня к водам их 22 2 А Иоанн в апокалипсисе видел что Агнец который среди престола будет спасти их и водить их на живые источники вод 7 17 И вообще существует таинственная антологическая связь Духа Святого и видимой стихии вод Только в воде рождается всякая земная жизнь Так и в животворящем Духе рождается жизнь вечная Еще при сотворении мира Дух Божий носился над водой в бытии 1 2 Водою все очищается омывается и животворится Так и в христианской церкви освящается вода для освящения всего и духовного и телесного благодатью Духа Святого Ибо само возрождение для вечной жизни совершается в водном крещении в рождении от воды и Духа Ванглетана 3 5 Это чистая вода животворящая и светлая как кристалл струится в Новом Русалиме исходящая от престола Бога и Агн об этом как пишет Андрей Кисарийский чистая река воды жизни сейчас в церкви есть крещение возрождение омываемые в нем Духом Святым заделываются чище снега и кристалла В Вышнем Иерусалиме эта река есть исходящая от Бога Отца животворящий Дух который через ангела и через высочайшие именуемые престолы Божества Тивы напаяет свой напаяет Святой город Чистота жизнь и светлость характеризуют реку жизни Духа Святого В благодатных струях Духа всякая душа очищается животворяется и просветляется светом неба Приди жаждущий и пей воду жизни В Ветхом Завете людям открылся Бог Отец Сына Божия Мессию только ждали не имея о нем полного ведения Духа же Святого разумели в основном только как Духа Отца Ветх Ветх Ветхом Завете знали единого Бога Троицу же смутно и гадательно прозревали пророки В Новом Завете миру открылся Сын Божий и центром как богословия так и молитвенной духовной жизни является Сын Вторая и Постай Строица В Новом Завете раскрывается миру вся единосущная и нераздельная Троица Не только воплощается Сын но и изливается Дух Святой Но если и раскрыта вся Троица и в ее единосущие и три ипостасности то все таки ипостась Духа Святого остается еще в тени нам более открыта благодать Духа Святого чем его ипостай когда же завершится откровение Нового Завета Вторым Пришествием Христовым завершится откровение Сына Его видимым происшествием для всех и испоргнут будет грех тогда наступит если дозволительно так выразиться Третий Завет Бога с людьми тогда во всей полноте равно раскроются все три ипостаси ныне есть баня возрождения и обновления Святым Духом в крещении для каждого человека ипоте 5 когда же придет Сын Человеческий и совершит суд Бога на реке крещение огнем то потом от престола Бога иангции зальется река воды в жизнь Духа Святого крещения Духом и будет баня возрождения обновления Святым Духом всего мира так последний день Христос совершит крещение огнем и Духом всей Вселенной смотри Иван Грифмон Фетри 11 Ей гряди Господи и Дух истины Вопросы? Сейчас прошел можно задавать вопросы любые ипотели пожалуйста задавай Можно вопрос Мне не до конца понятно учение о мытарствах это получается уже учение о загробной жизни потому что мытарства именно касаются уже жизни за гробом то есть это некое такое очистительное ну как бы горнило получается то есть те пороки которые мы тут не смогли преодолеть мы будем там их преодолевать в мытарствах правильно ли я понимаю? Игнать Тихонич неправильно там ничего уже не добавишь про мытарство мы знаем только особенно подробно в житии которое нам дано ну и тоже от пересказа Дмитрий Рассовский написал Василий Новый вот и у него ученик Григорий и известна еще одна Феодора Цареградская она ухаживала за ним но когда умерла оказалось какие-то у нее недостатки вот разбирается 20 мытарств отдельно и заранее говорится что не надо представлять буквально ничего это в духовном плане и там что-то из того что как вот у католиков говорят преизбыточное надо допустим сделать настолько-то добра там еще больше и вот оттуда она на весы где взвешивалась не хватает перевешивает грех там отбрала за кем она ухаживала Василия Новый и весы выравнивались ни одного слова понимать буквально не надо но речь идет о любви любовь не прекращается со смертью это первое второе она заботилась ухаживала за ним то есть дела милосердия вот у католиков у них разработано все четко честилище все понятно притом гарантии даются что там ты изменяешься хотя согласно слову Божию там ничего по слову Божию нет вот потому что у них особая книга есть где они показывают грех может грех заранее откупить блудил а с кем ну вот такое замужненная была замужняя больше а если там была монашка то еще больше а если монах была она монашка там вообще в 10 раз дороже вот и заранее можно ну как это может быть то есть ни одного слова здесь можно на веру не брать ты не веришь ничего не значит это в символе веры не написано чтобы мы верили в мытарство я ежедневно молюсь ангелу хранителю ежедневно ангел мой хранитель проведи душу мою на мытарство когда душа будет разлучаться от тела не покинь меня и проведи ее по мытарствам и введи вечное царство Христа Бога нашего навечно вот такими словами показываем что мы не отрицаем мытарство и уповаем что Господь подаст помощь ангел хранитель не только здесь он до последнего момента пока душа не решит не определенно будет где-то это какой-то дает надежду чтобы не впадать в отчаяние вот приходит из баптистов я никак не могу понять понимать не надо принимаешь или не принимаешь не принимаешь не говори против больше ничего нет надо быть готовым самому не надеяться что кто-то за тебя где-то потому что экклесиаз говорит куда дерево упадет на юг или на север там оно и останется лежать так и за смертью нет покаяния Ян Златоуз говорит поэтому если все это вместе брать то участь определяет человек на земле за гробом нет покаяния нет еще в чем застану в том и сужу поэтому надеяться на это не надо но оно есть это и так перед Богом высказать если согрешил в ведении и неведении в уме в помышлении в водне в ночи во всей жизни моей прости ибо ты благ и человека любец я заранее прошу чтобы ангел просил помог и проще все это настолько непонятно неизвестно что сегодня нам считали свет нетварный Григорий Палама что Богу нет места что он с собой как понять это да никак мы знаем свет ну приблизительный или как принято считать у него скорость 300 тысяч километров в секунду то есть в одну секунду ну вот считай 40 84 почти 7 7 раз вокруг земного шара по экватору за одну секунду свет может облететь невероятно есть звезды обнаружены там галактики до которых 2-3 миллиарда световых лет ну разложи сутки на часы часы на минуты минуты на секунду посчитай сколько секунд это легко миллиарды лет свет туда идет невероятно ну говорят так а где бог и он там и там всюду и везде тут настолько непонятно что даже задуматься об этом или воображать чтобы не сойти с ума святые запрещают ты просто так я верю вот меня спрашивают а вы как воображаете никак я православный мне думать не разрешено я должен это принять верою все а умом как разложить как умер там участь будет твоя решать а у них так вот столько заплатили он из огня вылез голова теперь у него дышать может больше значит еще больше наконец вылез там щан стоит воды напился ну красивая конечно игра ну мы считаем 16 главу Евангелия от Луки когда богачу было сказано между нами и вами великая пропасть так что хотящие отсюда к вам не переходят и оттуда к нам перейти не могут не могут все надежды нет поэтому начинай трудиться трудись не покладая рук потому что это поприще бегут многие а награду на один поэтому если ставить так ультиматум что лучше знать или не знать церковь дает знать мы должны принять это знание но на это не надеяться это пустые ложные надежды у человека глупого это верящий сновидением как обнимающий тень Серахов об этом говорит мы верим поэтому надеемся что из-за нас церковь помолится не больше а какая помощь да бог его знает вот все спаси Христос Игнатий Тихонович да больше уже ничего нет и не надо искать не надо твори сегодня добрые дела молись не отчаивайся Нил Синайский просто выразился согрешить дело человеческое а отчаиваться дело сатанинское поэтому как бы я не пал златоуз говорит встань сколько раз пал только столько раз и вставай не лежи я этим не одобряю грех и падение но не даю места отчаянию все понятно ну и каяться это как мы умеем вот считаем житие Афродисия что он сделал здоровый мужик осел там заортачился лошак ну же и бес женился на ослице он его размахнулся ударил и убил кулаком ну а потом-то осознал и плакал 30 лет лежал и плакал ночью ложился спать на куче хвороста и окрестность соглашалась его воплями это полное неверие как вот фильм остров показывает уже прошло 15 минут после войны а он идет и идет там мхи топчет и Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй мне грешно и даже узнав что он не убил когда стрелял то он думал убил капитана он продолжает так же быть так Слово Божие не верит Господь говорит прощаю и не вспомню грехи ваши брошу и захребет себе ты помни грехи помни вот это важно если ты забываешь Бог помнит а когда ты помнишь Бог забывает вот такое есть изречение все благодарю слава Иисусу все вопросы у кого у меня вопрос по поводу литературы и перевода в Библии юридических что с ними делать если они у меня есть и как бы отдать их людям которым они как бы принадлежать это неправильно с моей стороны а выкинуть это Слово Божие все равно хоть и исказили его что делать печку я слышу а что делать я не понимаю какой вопрос я уже ответил переводы если есть сектантский перевод Библии куда ее одевать она спрашивает сектантский перевод Библии я не понял тогда не знаю куда ее одевать но я читать ее не буду хотя я насчитывал полностью Библию дважды пришлось первый раз уничтожили второй раз и потом Новый Завет читал переводе епископа Касьяна для знакомства но не больше у нас для глухонемых очень красиво сделали крупными буквами но я посмотрел абсалтырное чтение не то и сразу запретил куда дели не знаю не знаю ну ну положи где-нибудь пусть лежит но читать я ее не буду потому что у меня уже утвердилось на память кое-что знаю и перевод этот никак не может быть лучше синодального во мне твердая установка лучше синодального перевода нет там все и грамматика и поэтичность пренебесное состояние вот так оцениваю поэтому для меня вопроса даже и нету ну тогда другой вопрос эти сектанские переводы попадутся к человеку может ли он повредить своей душе вот этим неправильным переводом может их так повредить может что и погибнуть поэтому держись синодального перевода я делал сравнение считал библию начал бытия и по порядку смотрел перевод Джеймса по-английски с русским сравнил с немецким там на других языках смотрел один добавляет другого вот допустим перевод Симаха Феодатиона и Акилы грешеский перевод и Септуагента Симах Феодатион Акила притом евреи притом не христиане а Златоуз кладет перед собой все четыре перевода и один другим дополняет не отрицая ни одного по-русски вот я бы можно сравнить что-то если приблизил Царство Небесное по-английски покайтесь ибо Царство Божие под рукой все понятно совсем близко только руку протяни но не больше не позволять нигде никакой вольности Синодальный перевод пренебесный дивный не имеющий равных остальное можешь для сравнения знать что-то для себя скажет максимализм да самый высокий максимализм а ищу другие переводы которые потому что он в Синодальном ничего не знает он за него не держится ему что-то новенькое подавай как афинянам мне это не надо вот по скайпу иногда тут разговариваем у меня у меня библия есть какая такая ну видно что не православная а синодальный перевод или нет не знает ну я прочти ну где-нибудь на выбор там ветхий завет или новый ну и говорю сразу синодальный или не синодальный то есть я могу определить это при прочтении одного другого места уже все я сразу замечу а как это ну просто знаю и все и человеку не советую даже считать приобретите синодальный безошибочно на сто процентов но если существует душево духовная опасность этих юридических переводов не проще ли их уничтожать чтобы человек не попал в ад читаете переводы юридические ну я говорю что допустим я начитывал синодальный перевод дважды а кроме того и не синодальный начитывал но только предупрежденно только для ознакомления тем более не сектантский перевод а епископа Касьяна и то мне замечание делали зачем вы это даете у нас есть показывает на синодальный ну виноват тогда если не принял человек а я его тиражировал другой перевод другим давал слушать с намерением чтобы только на сравнение увидеть недавно еще какой-то новый перевод православный там издают там Аверинцев Сергей участвовал академик кто другой да ни в какое сравнение даже идет вульгаризированный мне это настолько дорого синодальный перевод что я не принимаю его как это а вы перевод сделали идолом это Сергей Ильин говорит ну ты считай так я так не считаю полная преданность Христу что я Христа заидолы считаю и слова его также нет это авторитет абсолютный а тут повредить это может у меня журналы разные баптистки адвентистки я храню их даю считать по писанию сравнивать так это вредно может и вредно но расширяет кругозор хоть так сделай хоть так все равно виновен будешь Игнатий Тихонович у меня такой вопрос давай вот небесный Иерусалим и царство небесное это одно и то же ну вот такие знаки равенства ставить никак бы нельзя царство небесное и Иерусалим но без Иерусалима и царства нету а если это Иерусалим то и без царства он не Иерусалим мы о том знаем только то что написано в Библии разделение никакое не происходит хотя бы разные названия говорит царствие божье внутри вас есть вот когда это учение хилиазм возникло тысячелетия царства простой вопрос ставим почему ни один пророк не говорил о нем о тысячелетии царствия почему ни один апостол не говорил об этом почему никто а ответ один такой говорили и те и другие говорили но только под другим названием вот и весь ответ и какие названия ну дальше уже мы показывать должны царство небесное одно и то же и царствие божие ну как определить царствие божие и царствие небесное очень просто по нагорной проповеди блаженны нищие духом ибо их есть царство небесное и венглец Лука к примеру говорит блаженны нищие духом их есть царствие божие то есть выражает разными словами значит то и другое приемлемо тем более очень наш два варианта но церковь церковь всегда считает только по Матфею 6 глава а почему не знаю это так принято преданием и заканчивается не так избави от Лука но ибо твое есть царство сила и слава это видимо очень важные слова и в церкви они всегда искажаются священник считает ибо твое есть царство отца и сына и святого духа я говорю где ты это нашел написано не прибавляй к словам его чтобы он тебя не обречил ты не оказался лжецом притча 28.9 ну что скажешь мы православные фарисеи у нас много что на лишнее взято а сектанты садукеи вообще все отбрасывают образно говоря все поняла согласна спаси Христу слава Христу у меня вопрос недавно пересматривал ролики где в Потеряевке был роман роликов их роликов вот и он такую мысль говорил что христиане нового завета должны быть толерантны к грешникам терпимыми грешникам потому что наша брань не против плоти и крови но против начальства против властей против мироправителей века сего против духов злобы поднебесной христианам 6.12 он приводит но в то же время есть другое место священного писания 1 коринфянам 5.5 там говорится так что предать сатане воизмождение плоти чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа такой вопрос в каких случаях необходимо использовать вот первые стихи христианам 6.12 говорящие якобы о терпимости к грешникам и вот в каких случаях приводить 1 коринфянам 5.5 когда блудника называющего братом придали сатане воизмождение плоти пока у кого вопросы задавайте мы пока будем думать пока генетически никого ничего нет или может быть кто-то может дать ответ на мой вопрос вот я хочу сказать что во времена инквизиции еретиков там колдунов сжигали а с какой целью чтобы как бы им помочь их спасти или чтобы они прекратили этим заниматься ну это все-таки убийство тоже вопрос такой это надо у тех кто сжигал спрашивать но я думаю что они боялись распространения вот этой заразы ничего другого не придумывали как но если они уперты в своем своей ереси и говорят что мы правы а вы еретики вот надо было останавливать каким-то образом вот и они ничего лучшего не придумали как сжигать конечно нужно садиться было за стол переговоров и доказывать на основании священного писания как делал это ну ария по щеке кто ударил который говорил что Христос творение кто у нас будет судить в последний день бог написано что Христос будет судить поэтому а до этого вся церковь вот это вот верес спала варианство сегодня эти еретики святые иеговы продолжают ну и сегодня никто не сжигает однако ряде государства они объявлены вне закона их преследуют хотя люди хорошие никого не убивают единственное что кровь запрещают переливать а так не пьют не курят не воруют не матерятся как граждане они просто по ветхозаветнему правил поступали уничтожали грех уничтожая человека самого они по новозаветнему когда именно над душой работа чтобы человек душа его умерла для греха а не тело понятно благодарю так новость Сергей разреши оповестить батюшка отец таким позвонил сутки продержали романа увезли его на снегоходе кто знает его романа малыш он вернулся и до корченой дошел ноги сбил там ботинках у Миши Никитин остановился оттуда позвонили Миша чтобы забрали его поехал Женя и забрал его привез ну маленько что-то узнали узнали только одно ему месяц дали на размышления на размышления а как там что где им больше суток держать нельзя дальше депортировать будут или он должен за это время что-то а что он сделает если он документы не принимает но теперь ему вопрос наши задают то что он защипирован он и знать не знает теперь у него на сетчатке на лбу везде одни шестерки сам это беда что ему хвалиться это нечем что он подписал неизвестно а если не согласен там разговор короткий поймали 3000 в москве и в один день всех отправили когда я говорю а как а подвозят когда там их как заключенных везут не просто так и должны дать подписку что они ознакомлены с порядками если еще так приедут сюда значит в сибири соболей ловить будут там года 3 или 5 и все сюда носа больше не суют так что что он будет обжаловать или обжаловать в течение ну это такая у них фраза есть а что обжаловать так когда у него ничего и нету ему обжаловать нечего так что мы молились чтобы он сохранил господь его сохранил он теперь сидит говорится рано зализывает теперь он мученик ходил на благовестие там в милицию так что все слава богу что там за вопрос это были давайте я напомню вопрос еще раз прочитаю роман фроликов утверждает что еретиков но и грешников нужно быть по новому завету к ним толерантными и терпимыми к этим людям ненависть направляет только к греху а людей этих вроде как не трогать не преследовать вообще никак не прикасаться такая мысль не была вот и он приводит в потеряй когда он был он приводит место священного писания и фесянам 6-12 я понял Сергей я понял все понял вопросы уже задавал ну и что слово толерант что такое терпимость это дом терпимости дом терпимости понятно что делает они терпят добровольно отдавая себя на незаконное соитие совокупление никакой терпимости быть не может мы должны смотреть на них как на врагов божьих Агафон Агафон пишет по другому никак что общего в смысле нам не надо даже касаться они вне церкви еретики дела плоти известны там перечисляют ереси он сказал романы ради чего он сказал сам еретик или что я не вижу его сегодня то ли его нету к еретикам всегда относились как к самому худшему виду греха там где-то плоть немощная а здесь именно умышленное извращение ума церковь никогда не нашла ни на какие компромиссы еретика или кается или проклинается вот анафема там дается и мы все мы не должны участвовать ни в проклятии ни в благословении но еретик есть еретик царствие божий он не войдет ему потворствовать не надо толерантность это он нахватался от безбожных властей у церкви нет этих слов не прикасайся к нечистому это в ветхом завете было не прикасайся прикоснувшийся делается сам нечистым поэтому еретика в дом не запускаю он еретик и ни разговором не веди ничего с ними более сильные будут духовные мужи они могут там ему если он пожелает абсолютная покорность тому что говорят вот Антоний Великий там с ними он говорит я с еретиками никогда мирно не разговаривал за всю жизнь ни разу Антоний Великий я уж не говорю там Феодор Студит это уж самое-таки Максим Исповедник в ересе ничего вообще не должно быть Роман сказал а это второе место где говорит там это речь идет когда согрешить человек свой здесь брат ну или сестра верующая речь идет о них в это второе место то уже ни одни еретики не попадают они вне стоят за станом вот все ну а что значит предать сатане воизмождение болезнь болезни Павел помолился и он заболел заболел сразу же вот это наведение порчи какой-то получается не надо порчи никакой помолились господи воля твоя добудет он сразу слег глазами хлопает и ничего не делает у меня было здесь вот роман был вот который самый малыш здоровый крепкий мужик начал спорить и как подсеченный все лег и два дня лежал глазами хлопал и я ему говорю ну ты же знаешь тебе вот показываю рядом человек у меня живет как только начинает что-то спорить два дня два дня двое суток лежит как полумертвый я его пальцем не задевал это господь делает так не понял будет другое более горькое наказание у бога всего много слави Христос аллилуйя давайте помолимся потом если что продолжим благодарим бога достойно есть я кого истину блажить дитя богородицу пресновлаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим безыстрения бога слово рожьей сущую богородица богородица не дай не дай ему погибнуть в ожесточении верни не дай ему к церкви своей а не к еретикам не к заблудшим не к отлученным от церкви тебе слава за все отец сын и святой дух аминь 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 так что еще есть какие вопросы а то отходим есть но вот сестра игнать их разрешите сергей а он теперь сергей сергей может давай сестра спросила попутно вот после сергея что вот инквизиция она еретиков сжигала ну вот оценка вот этого с точки зрения библии правильно они делали неправильно оставьте россии вместе до жатвы они говорят а мы повыдергаем там плевелы оставьте россии вместе все никакой инквизиции быть не может это все бесовское никто не имеет права отнять жизнь он ее не давал это божье и все и как только православные пришли к власти они сразу же начали устраивать гонения на еретиков а император константин вошел и сказал никого чтобы не трогали сидите за столом и решайте свои вопросы а он язычник был до самой смерти и правильный вопрос решил инквизиция это проклятие как статистика говорит католики уничтожили на кострах на пытках 12 миллионов Игнать Тихонович это дополнение я как-то там в скайпе отписал тоже вот эту тему рассуждали ну что говорю как бы тоже я не согласен с это что сжигать это предвозвещать суд господень и как бы судить людей уже вместо бога отправляя отправляя их прямиком в ад то есть через пламя огня прямо в пламя ада я написал что их ну в тюрьму сажать ну как бы это смотря какие еще еретики вот допустим свидетели Иегова они очень опасны то есть они очень активно они именно ходят распространяют они приходят домой к тебе то есть это очень опасные люди и он на меня этот Олег Сватнопал где ты в писании покажи где в тюрьму-то сажать ну как бы ему не объяснишь вот ну примемимо где-то в каких-то случаях отдельных что если есть какая-то ну такая ересь прямо ну которая распространяется что даже их можно ну в такое как бы как бы этим тюремным заключением как бы их огородить чтобы они не распространяли эту ересь чтобы они сомкнули уста свои в этом только плане тут такое дело-то мы христиане в Ветхом Завете Давид говорит с раннего утра буду истреблять их с раннего утра покоя не дать им а в Новом Завете есть каноны церковь книга правил и там говорится когда они злостно нарушают вот как вы говорите такие то церковь имеет право обращаться чтобы укротить их к мирским властям они нарушают закон и проще да вот вы коснулись свидетелей сторожевой башни вот их как бы запретили сейчас там отняли у них я не согласен да что вы за них нет я не согласен с самим действием они никуда не делись государство не теократическое не Греция для государя нашего императора мы все одинаковые а они лучшие граждане чем мы они не пьют ни один не курят не воруют а у нас половина ладно бы 90% наверное курят и матерятся и что угодно делают я знаю которые в церковь ходят нам не трогать их надо а свидетельствовать говорить я их знаю близко мы сидели в лагере там были они я а что скажете могу только сказать хорошие ребята хорошие но они еретики еретики и поэтому с ними ну надо знать как разговаривать гнать никак нельзя и это ничего не даст вот сейчас государство приняло этот закон что они как вне закона я их не знаю они рядом нет у меня но я выразил свое несогласие их первых потом нас и потом всех прихлопнут закон яровой тут пойдет пока но мы пока от этого все как говорят отбоярились все регистрация у нас хорошая отношения с юстицией бланки сделали написали ну все у нас свой прекрасный юрист высокого класса и мы сейчас выдали там сколько там 20 или сколько свидетельств и к нам если подойдут мы не показываем можем показать все нас трогать нельзя мы вписались в закон а есть такие которые не регистрированы как баптисты их сразу давить они приехали и говорят да нас сейчас тоже терзают ну это государство оно приняло закон и нам его не изменить мы должны в него или вписаться или приготовиться нести то что в законе говорится и не страдать и не искать себе защиты где-то ты знал на чем шел то ну и помалкивай вот весь ответ то есть суждение понятно то есть такие мысли как вот некоторое такое временное заключение в тюрьме это как бы неверные рассуждения да никак нельзя так мыслить я ответил обращаться к мирским властям дальше не рассуждай остановись власть знает что делать власть должна за этим смотреть не нам эту участь решать а не написано что сделайте то то другое только что не ходи не заходи к ним там молитвенные дома с ними вместе не молись херетиками запрещено молиться больше нам ничего не дано а остальное власть а власть будет их сжечь ну значит власти отвечают за это не мы протест писать не буду пусть примут православие не будут гонимы а православие без мирских властей до утра не проживет везде все обращаются к мирским властям а как же вы сказали это вопрос совершенно другой это нарушение устава нашего конкретного и человек пошел на войну вышел на тропу в войну перчатку бросил мы ее подняли человека надо укоротить и поэтому он полностью нарушает закон без гражданства без прописки без регистрации и начинает командовать его заслали я почти на 100% сейчас уже уверен многое здесь сегодня я выставил по этой теме рассуждения что-то тут пошло все пропало наверное не слышно все слышно Игнать Тихонович тут что-то кто-то слышно слышно а кто это работает тут сейчас кто выключает выключает я вижу как курсор бегает кто-то кто-то демонстрацию экрана делает ну не знаю кто ну видно что-то включить или что-то там прямо кто-то работает Игнать Тихонович вопрос можно задать так Сергей Пупков это не ты делаешь нет не я а кто тут может еще работать вообще непонятно Н.А. это кто может это Н.А. Н.А. ну а кто Н.А. ну видно прямо видно что работает работает давит на все выключает и проще что это считать взломом или кого-то ты допустил кому-то открыл свой пароль или как ну прямо вот я сижу и вижу как он месяц да я тоже да я тоже я тоже на экране такого всех на экране сейчас так ну надо как-то разузнать по счетам менять или что чтобы никто этого не делал кто это может быть это ресурс зарегистрировано там кто-то тоже непонятно нет это кто-то у которого включен демонстрация экрана кто-то включил и вот это идет трансляция экрана но кто это непонятно ну вот так так вопрос об чем Игнать Тихонич вопрос такой я сегодня ну работал в составлении ролика и слушал Равина я вам кстати посылал это видео я смотрел это Виталий я смотрел одна реплика была такая да нет там вопрос такой то что он сказал что что два колена осталось иудейских Иудина и Вениаминова остальные как бы все исчезли соответственно ну и он сослался что как вот христиане говорят что из колена данного антихрист придет раз они исчезли 10 колен и в том числе и данного колена вот как на это очень просто на это есть один рассказ у Льва Толстого и есть Псалом 1 108 тоже на это как бы когда человек не знает родства он моряк он сошел на берег там ну и пошел в дом терпимости там под этими фонарями ну и когда в блуд то с ней вступил и все дальше стал рассказывать и оказалось что он долго в плавании был это подросла его сестренка родная сестра какое у него сокрушение было и здесь точно такая же история да грех матери его не изгладится что Иуда предатель он сам того не зная и вступил в половую связь со своей матерью так толкуется поэтому в жизни мало ли что как бывает но ты сказал он иудей и говорит нет колена данного это как раз и подтверждает что он придет из него а почему да раз перемешано в плену было они не знают а раз не знают значит у них никакой уверенности нету что только Иудина колена в Иудином нет а он как раз будет из данного колена а ими признаваться будет как Иудина я посмотрел гляжу он совсем не понимает о чем говорит когда все перемешано его никто не может изобличить что он из данного колена нет а я из Иудина колена и все и они так и будут думать что приняли из Иудина колена и далее что он говорит вот там ну это сказки что отпустится храм там как-то не это это чтобы мозги запудрить это говорит Иудей и он говорит все подгоняя к одному да мир будет да как раз при нем то мира и не будет ни продать ни купить более страшного времени не будет а он его пропагандирует это так будет хорошо так сладко у них сейчас Шульхан Арух говорит найди лучшего христианина и убей и выпустили это специально в Москве тут депутаты начали против говорить так живо их прибрали к рукам говорит Иудей был бы он здесь тогда неузовочно я посмотрел что ты мне показал все вот убедился что они не знают а раз не знают то и утверждать нечего что он не из колена Иудина два колена два колена в два колена вмещаются все Иудеи а там он пропишется кем угодно он не сказал два колена сохранили себя нет по названию остальные где но остальные больше некуда два дома и он из колена Данова примет как раз власть над всем миром вот все спасибо Игнатихович отличный ответ ну то есть если я правильно понял они искусственно сейчас все стряпают умышленно чтобы людей оболванить и не знали что делает и кому поклоняются но мы знаем их машах это антихрист и он там говорит вот который вопросы задавал там больше у него правды чем этот который в галстуке-то сидит раввин у него нет права он не священник я с раввином тут беседовал он говорит а я ничего не могу сделать у вас вот священник власть данная нет бога у меня нет никакой власти никакой потому что нет первосвященника нет храма а жертву разрешается приносить только в храме где должно быть и все эти годы после ну когда тит закончил осаду иерусалимского храма ну и вообще всего иерусалима из того времени у них не приносилась ни одна жертва но они справляют пасху ну для памяти берут косточку овечью больше ничего нету косточку они ничего с ней не делают просто для памяти а вот когда первосвященника они пустили молву что они его уже избрали избрали они очень серьезно относятся должна быть и телиться ее заколят и сожгут и пеплом рыжей телицы и вот в Америке вывели они генетическим путем там две или три телки у которых нет ни одной шерстинки и туда поехали раввины ну на месте проверить действительно может быть выдрали из нее ну и согласились что они сумели вывести таких ну а какое это значение-то имеет ну вот тешит человек душу свою все а попутно можно вот эту же тему продолжить или нет Игнать Игоревич вот вы изучали вопрос вот такое в Бразилии построили храм прям ну Соломонов храм они его называют эту тему затрагивали вы изучали нет я дорогой мой этой теме я отдал самому напряженному труду 14 лет меня судили за это М1 М5 то есть масонство 1 масонство 5 и мне сказали если еще дальше кассета ваша будет продолжаться то только интервью антихриста возьмете и поэтому сегодня когда они что-то выступают говорят я только про себя усмехнусь это крошки что они знают я перелопатил всю дореволюционную литературу какую только можно было достать которая сохранилась за рубежом которая была выпущена советской властью и все это во свете Библии этот материал у меня выставлен кажется на сайте даже есть вот говорят Израиль Израиль ну вот я тебе скажу только три слова Гитлер тире основатель Израиля закон евреев да евреев которые сами евреи выдали тех и убивал полукровки да все это они очистили нацию это они все не знаете это что Гитлер основатель Израиля повторяю это пишет журнал Огонек главный редактор еврея Виталий Коротич и у меня написано какой номер журнала какая страница я оттуда брал свежий журнал Огонек это не не подпольный журнал Гитлер основатель Израиля а вот теперь проглоти эту кость так что этой теме я посвятил все что можно и на основании протокола всеонских мудрецов насколько я знаю вот этот храм в Бразилии он был построен ну не так давно может уже к этому времени закончили изучать этот вопрос так вот с какой целью они вот этот храм построили для чего какой где где на фреру который построили да никакой это так это так просто так делать нечего храм построить там где он был второй храм Зарвавелев порок Агей говорит тот кто видел из вас первый храм не кажется что этот ничтожный маленький но слава его больше Соломонова а почему в него пришел сам владыка и говорит дом мой домом молитвы наречется вот почему а старики в плену то были ну допустим ему было лет там 15 он хорошо помнит а через 70 лет вернулись ну там 85 лет некоторые то живые были и они могли сделать сравнение с Иерусалимским храмом насколько мне известно я не проверял это но у Соломона ушло на украшение храма 2000 тонн золота и около 10 тысяч тонн серебра это невероятно нельзя никак не опровергнуть но именно так и крыша и все было из одного золота и не просто щиты из золота дальше мы увидим когда сириане придут они все это заберут но время приближается так это будет как то бы ни было ты евреев никогда то есть семя Авраама не проклиная благословляй это однозначно и твердо себе запомни что быть благословенным вот я еще бы не делал даже враги те понимают такое благословение вот создать общину общину создать на 21 тысячу деревень порушенных только наша такая не пить не курить не лгать ну кто-то там что-то начинает смуту наводить ну ее легче разрушить разрушитель он появился он пытается что-то разрушить а невозможно все основано на слове Божьем это очень и очень непросто как это о вы благословены это вам благодать ну просто действительно так вот я по милости Божьей 41 том за 9 лет вышел только и как ни возьму это благодать Божьей человеку это невозможно а почему откуда я знаю он избрал Бог дал и я рукой своей написал это все почему я почту заповедь никогда не проклинаю нигде не прислоняйся к тому чтобы проклинать семя Авраамова и плащу десятину вот два благословения остальные между ними я рассказал ты подражай будешь благословен аминь все ну все на сегодня Игнать Тихонович последний вопрос можно давай Женя возможно ли сегодня в наше время вот христианское государство вот мы знаем что Русь православная она стремилась к этому вот когда вот правительство христианское когда вот сам царь император президент как бы ну христианин возможно ли это сегодня или это уже невозможно все я понял но царство по-немецки рейх был один человек гениальнейший он сказал на тысячи лет то есть взял оттуда все но просуществовал только 13 лет о ком речь идет айн таузен ерегест рейх кто Шортисон что говорит это Гитлер кто это конечно вот когда строят царство здесь на земле получается царство антихриста и он этим закончит мировую историю не было никогда Русь святой никогда это просто слова и невозможно это сделать царь если он царь он христианином не может быть потому что ему придется делать то что ему не хочется делать это вести войны и выступать и казнить и все остальное и прочее поэтому единственное что может хороший царь это положить голову за овец своих но ситуацию не выпрыть не будет Женя никогда этого не было да придет царствие твое оно говорит невидимым образом оно внутрь вас не придет приметным образом Христос сказал а это приметно значит и правители и все должны быть верующие Ричард львиное сердце говорят близко к этому подошел зачем закончил эта мечта была у Никона Мордвина который решил реформу делать царем Алексеем Михайловичем что получилось гонение то что принял князь Владимир отвергли получили старообрядцы больше 50 толков только беспоповцев превратился в звери люто вот есть фильм Николая Достоля там многосерийный раскол очень хорошо поставленный они даже о Библии не говорят безжалостное истребление друг друга а думали что устроили царство и вместо царства Христу царство сатане все на сегодня все спасибо Христос а когда примерно этот ролик будет выставлен Игнать Тихонович какой час который мы говорим вот сегодняшняя встреча не раньше чем 7 или 10 дней потому что я его не закачиваю я отправляю в администрацию бывает в другой город и только снимаю замки а вот что-то срочно было по роману я его закачиваю один ролик у меня закачивался всю ночь у меня очень медленно работает техника я его не ставлю у меня просто нету я иногда посылаю за неделю у меня накапливается 50 или 100 гигабайт представь себе иногда посылаю за одну неделю больше 100 роликов то есть у нас идет самая настоящая работа это 9800 роликов нигде в мировой сети такого нету нигде чтобы это было не ворованное а свое и тем более такие большие по 20 тысячам часа иногда ролики полностью златоуст жития добротолюбия библия это ежедневно жития святых это высказать нельзя это господь позволит я ежедневно ставлю 10-15 роликов от 10 до 15 ежедневно так все с богом высказать с высказать и что нет